Организуя работу общественных перевозок, власти должны делать ставку на безопасность и комфорт пассажиров. Такие задачи перед членами кабинета министров и администрации Чебоксар сегодня поставил глава Чувашии. Формирование транспортной сети в столице и республике – ключевая тема совещания в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сократилась нагрузка на дорожную сеть, обновился парк автобусов, на 9% снизилось количество аварий. Проведенная в столице региона транспортная реформа принесла немало плюсов, но и угодить абсолютно всем горожанам не удалось. На отдельных отребованных маршрутах города продолжают работать автобусы малого класса, в то время как в связи с изменениями схемы движения пассажиропоток вырос в два раза. Одному из крупных перевозчиков в администрации города в исполнении контракта отказали. Предприниматели были обязаны заменить подвижной состав большой вместимости на автобусы среднего класса. Однако лиазы с рейсов так и не сняли. Власти столицы объявят новые торги. Перед объявлением новых конкурсов, новых аукционов необходимо проанализировать сложившиеся пассажиропотоки, трансмитраж и обсудить это с инициативными группами. Скоро дачный сезон начинается. Конкурсные документации должны писать, чтобы они имели или резервные автобусы. У тебя же на тракторном заводе был, там заканчивают работу после второй смены. Выходим, говорит, значит. Троллейбуса нет, 10 часов. Люди вышли с работы, не на чем уехать. Все нужно предусмотреть. Меняется и межмуниципальная сеть. До конца мая определятся еще более 50 постоянных перевозчиков. В Минтрансе региона намерены все же довести до ума регулярные рейсы между Новочебоксарском и Чебоксарами. Конкурсная процедура будет проводиться в мае текущего года на новых условиях в электронной форме. На маршрутах 101С, 270 и 101 будут работать автобусы среднего и большого класса. Еще одна тема совещания в Доме правительства – национальные проекты. Предстоящую работу главы регионов обсуждали в Москве. За одним столом с вице-премьерами и с федеральными министрами обсуждали, какие могут быть сдерживающие факторы. Общая стоимость с привлечением небюджетных источников – 25,7 триллиона рублей на реализацию мероприятий национальных проектов, включая 2024 год. Теперь, касаясь взаимодействия, вот и Дмитрий Анатольевич Медеев сказал, четкое понимание у всех должно быть, что мы работаем на общий результат по достижению целей, которые обозначены в национальных проектах. Главы регионов обсудили и новые подходы в работе. Уже известно, что на федеральном уровне пересмотрят целый ряд законодательных актов. Трехлетнее соглашение с федеральными расплавными и распространительными средствами. Контракты, государственные и муниципальные контракты будут заключаться на полтора года, на два года, на три года, а по отдельным сложным объектам на шесть лет. Соглашение, которое мы заключаем федеральным центром, была обозначена вот такая позиция. В течение 15 дней регионы должны заключаться с муниципальными образованиями. Также Михаил Игнатьев принял участие в работе расширенной коллегии Министерства энергетики страны. На нужды этой отрасли в республике работают более 40 предприятий. Дальнейшие перспективы производители электротехники обсудят на форуме Релавэкспо. С рабочим визитом в Чебоксары намерен приехать и руководитель ведомства Александр Новак, Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.